Уважаемые телезрители, мы продолжаем разговор о судьбах алтайской литературы, которую мы начали несколько программ назад. И поговорим с нашими сегодняшними гостями о том, как развивается наша литература, над чем работают наши литераторы, чего ждут читатели нашего края от алтайской литературы. Это программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. В гостях сегодня руководитель Краевой организации Союза писателей России, известный писатель Анатолий Кириллен, писатель и журналист Владимир Токмаков и литературовед, критик и декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Монсков. Не кажется ли вам, что в целом понизилось качество литературного продукта и на самом деле на этот процесс существенным образом повлиял интернет? Сергей, с вашей точки зрения? Ну, интернет – это огромное море, в котором есть и пластиковые бутылки, грязные помойка и все остальное. С другой стороны, там можно найти раковины с жемчужинами. Но если говорить о литературном процессе как неком явлении протяженном, конечно, особая форма существования создает новые жанры, типа пирожки и прочее, 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 которые могут существовать только в интернете. Стежки, пирожки. Стежки, пирожки и прочее, прочее, прочее. Вот здесь мне хочется привести небольшую историю. На одном из радио было интервью Дмитрия Быкова с Александром Жалковским. И когда Дмитрий Быков спросил, ну вот смотрите, у нас же какой кризис рассказа. Рассказы-то не пишут. На что умнейший профессор, написавший крупные настоящие прорывные научные книги, сказал, Дима, ну а если ты будешь писать рассказы, ты же не получишь большую книгу, ты не получишь, ясно ли, ты ничего не получишь. Поэтому во многом бытие определяется знание. Интернет – это все-таки место, где тексты небольшие по объему существуют. Ну а про качество тут 50 на 50. Мне кажется, там те, кто востребован, они в интернете полноценной жизни не живут. Интернет-литература, она как-то не снижает качество такой большой, серьезной литературы бумажной. Анатолий, как вы считаете? Я вообще не хотел бы на эту тему говорить. Дело в том, что, понимаете, вот интернет, вот экран. Понимаете, писатель, вот те, с которыми я имею дело, он отделяет это все. Для него это печатная машинка с функциями дополнительными, очень удобными. Редактирование сразу же и электронный перевод и так далее и тому подобное. Интернет используют многие. Например, Строганов, у него роман «Купание» Игнатьева, который в Дюссельдорфе вышел несколькими уже изданиями. Он прямо пишет ссылки, взятые из интернета, отовсюду тоже все эти мусорные корзины перечисляет. Ну, попробуйте прочитать этот роман, достаточно сложная, чтивая, я бы сказал. Не знаю, не в этом дело. А вот тексты, которые я сегодня считаю вполне литературным достоянием современной литературы, литературы вообще, они никакого отношения, собственно, к интернету не имеют. Они изготовлены с помощью электронной техники, напечатаны все. А дальше там россыпь находок, как у Кожухова Игоря, допустим, из Новосибирской области. Жизнь есть жизнь, а смерть есть смерть. Смерть – это она долго. Вот рассыпаны такие фразы, значит, на уровне афоризмов по всему тексту. И при чем тут интернет? И вот ничем ты не залечишь этих людей, которые действительно талантливы. Ну, вот смотрите, в интернете есть два очень больших портала – «Прозору» и «Поэзеру». Там зарегистрировано больше 150 тысяч писателей. 150 тысяч писателей… Писатели, это не читатели. Писатели, они зарегистрированы как поэты и прозаики. Больше 150 тысяч. У нас сколько советских писателей? Тысяч? Тысяч. 10 тысяч на все, на все. Советский Союз на весь там все. То есть, конечно же, не может быть столько много талантливых писателей. Но люди хотят самовыражаться. Ну, как сказал один классик, ну, это хорошо, что он пишет. По крайней мере, он не стоит в подворотне с ножом, да, и никого, так сказать, не грабит. То есть, можно и такой подход, так сказать, проявить. Тем не менее, конечно, безусловно, у молодежи из 10-9 мы наблюдаем интернет-болезнь. То есть, он создает свой сайт, выставляет свои стихи, которые очень популярны у его окружения. И он уже думает, что он талантливый поэт, талантливый прозаик, и работать над текстом он просто не хочет. То есть, ты ему говоришь о каких-то… Башню сносит. В каких-то замечаниях. Он говорит, меня и так читают. То есть, зачем мне твои замечания? Кто-то такой, да? У тебя сколько подписчиков? Да. Сколько лайков, да? У него их там в десятки больше, может быть, в сотни. То есть, это есть действительно в интернете огромное количество таких сейчас интернет-поэтов, интернет-прозаиков. Ну, как были эстрадные поэты Иртенев, там, ну, Вадянов, потом Вера Полоскова. Да, безусловно, вот это порождение, конечно, оно немножко, скажем так, портит отношение, что ли, к литературе. Потому что человек, какой-то умный читатель, заходит на этот сайт, читает вот эту вот хрень и думает, что вся современная литература такая. Есть такая проблема, действительно, интернет немножко, мне кажется, может испортить вкус именно не только читателю, сколько самому пишущему. Но, с другой стороны, остановить технологический процесс, в общем-то, невозможно уже. И, конечно, писателю, многим писателям хочется сейчас, допустим, выйти на читателя. Не ждать, когда там через три месяца его журнал опубликует. Не ждать три года, когда его книжку издадут бумажно. Он ее написал, отредактировал и тут же выставил на сайте. И уже через пять минут он получил огромное количество ссылок и комментариев к своему тексту, допустим. И здесь уже пошел интерактив. Ты пишешь стихотворение и пишешь о том, как ты его создавал, четыре предложения. Выставляешь в Фейсбуке вечером, а утром просыпаешься с огромным желанием получить обилие читательских откликов, и ты их получаешь. Воспитывать читателя тоже очень важный вопрос. Эти цифры все доступны. В Америке книжных магазинов, если на душу населения считать, в два-три раза больше, чем в современной России. В Европе в четыре-пять раз больше книжных магазинов. Соответственно, кто самая читающая страна сегодня? Мы ругаем, там, бездуховный Запад, загнивающий Голливуд и прочее-прочее. Америка, она тоже разная, Европа тоже разная. Но вот есть показатели конкретные. Книжные магазины на сто тысяч семей. Интересно, а в Алтайском крае, как с книжными магазинами, я просто сужу, ведь дом книги приказал долго жить. Давно уже, кстати. Ленина 25, да, известная. Пенаты, да. Как таковых книжных магазинов. Если бы в советское время магазин номер пять, по-моему, книжный, если мне память. Да, знаменитый тоже, и там всегда. Его нет уже. Ну, книжный мир был, другой книжный мир, на Чремушках, да. Топ-книга, по-моему, там тоже. Подписные здания. Было, вот и Владимир и Анатолий согласятся. У людей, которые читали, в конце 80-х годов был экскурсионный маршрут по городу Барнаула. Он начинался с книжного мира, потом военная книга, потом подписные здания, военная книга, пенаты, букини с другой стороны Ленинского проспекта. И два-три раза в неделю, чтобы добыть какую-то книжку, все вот этот маршрут проходили. Вы сильно-то не страдаете? Смотрите, в магазине «Смена» открылся, читай город, рядом через дорогу на Шевченко открылся книжный магазин. Нет, смотрите, книжный, да. Анатолий Владимирович, я вот сейчас книги в магазине покупаю только на подарки. Так нет, ну естественно. Да, и в интернете. А что-то стоящее там можно вообще купить? Но она стоит тысячу. В интернете книга стоит в два раза дешевле. Да. В интернете книга и в лабиринте на зоне. Ну и все равно с пересылкой все равно это деньги. Нет, нет. Если ты покупаешь на тысячу рублей, то тебе бесплатные достают. Хорошо так, давайте не будем заниматься рекламой. Книгу достать можно? Да. Даже проще, чем в прошлой. Не тоже? Нет, книгу любую можно достать. Анатолий, ну Сергей, Владимир, вам был вопрос, который меня тоже, как сказать, волнует, в известном смысле беспокоит. А как складываются вообще взаимоотношения писателей и власти сегодня? В свое время писательская организация была встроена в достаточно жесткую такую идеологическую вертикаль, да? То есть, крайком партии следил за деятельностью. Все, так сказать, органы, включая там ЛИТО и так далее и тому подобное. То есть, масса всяких государственных органов. Сейчас как писатели выстраиваются взаимоотношения с властью? И помогает ли власть писателям? А чего писатели ждут от государства? Или, может быть, хотят? Анатолий? Вы хотите мне опять испортить отношения? Я дал за рог замолчать на эту тему. Что я могу сказать, если в год литературы... Коротко, может быть, у вас философский есть ответ такой в текаре. Да какой тут философский ответ, может быть, когда в год литературы был закрыт Дом литераторов, ликвидирован журнал «Алтай» практически, значит, писатели были выброшены на улицу. Ну, все. Мне говорить больше не о чем. Все хорошо. Владимир, ты как считаешь? Ну, то есть, ты правильно сказал, что, естественно, в Советском Союзе писатели были встроены в идеологическую машину, да? Но потому что, правильно, кто музыку заказывает, тот и платит. Платит, тот и заказывает. Это логично, да. То есть, были высокие гонорары. Вот Анатолий Владимирович правильно сказал, что машину можно купить было. И то у него не самый высокий гонорар. Мы прекрасно понимаем, что были даже писатели-миллионеры в Советском Союзе. Это общеизвестная правда. Да, премии были. То есть, на самом деле, писатели были самые обласканные, ну, в общем-то, на уровне космонавтов и артистов. То есть, их знали, везде приглашали. Ну, не все писатели, Анатолий. Я имею в виду официально, те, кто, скажем так, был вписан в эту систему. И, безусловно, это надо было отрабатывать. Это объективно, в общем-то. Что мы сейчас говорим о отношении власти писателя? То есть, писатели отправили на вольное хлеба. Пиши, о чем хочешь, ну, и печатайся сам, как хочешь. Находи деньги, приноси в издательство. У нас все издательства сейчас коммерческие, частные, там сидят бизнесмены, абсолютно бизнесмены, которые говорят, ну, я читать даже книгу эту не буду. То есть, я смогу продать 100 тысяч экземпляров? Отобьется она. Да, 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 то есть, вот и все. То есть, вот такой подход, то есть, практически везде, кроме небольших издательств, которые выпускают по 6 книжек в год, 6-10 книжек в год. Ну, тиражом, наверное. Да, я не буду говорить, то есть, вот 3 или 4 этих крупных мегаиздательств, я их не буду, как ты говоришь, рекламировать, то есть, которые выпускают в месяц тысячи, просто тысячи наименований. Им даже плевать, там, допустим, что из этой тысячи наименований там 500 или 600 явно убыточно. Остальные, как ты говоришь, то есть, отобьют эти деньги и дадут очень хорошую, так сказать, прибыль. Поэтому сегодня говорить о каком-то взаимоотношении абсолютно, но мы это не замечаем. Если писатель совсем уж как бы не переходит границы, скажем так, политические, какие-то социальные, но я имею в виду, не начинает заниматься политикой. Ну, тогда его не как писателя, скажем так, ругают. У нас сегодня ведь власть, в общем-то, и довольно, так сказать, значимая книга-издатель, да, у нас ведь Крывая власть занимается, курирует, да, целый ряд таких издательских проектов, да, серий даже книжек. Ну, вот я бы сначала начал все-таки писатель и власть. Давайте, хорошо. Вот писатель и власть, каждый писатель должен сейчас пойти во власть и стать вице-губернатором, губернатором. Чтобы появился удивительный опыт. Вот я боюсь ошибиться с фамилией. У Шаргунов за этим и идет. Я боюсь ошибиться с фамилией, но, по-моему, Терехов пошел во власть и издал книжку «Немцы», которая определенное время стала бестселлером. Почему? Потому что изнутри, как все это устроено… Это каменный мост его роман. Да, как все это цепляется одно и за другое, но совершенно новый взгляд изнутри. Вот мне кажется о том, какая у нас сейчас власть хорошая, плохая, продажная, непродажная, с миссией или, наоборот, та, которая разрушает страну, нам нужен человек. Вот Салтыков Щедрин был вице-губернатором Вятки. Так вот вам губернские очерки, пожалуйста, помпадуры, помпадурши. История одного города. Мы все об этом знаем. Мы берем историю одного города, читаем и говорим, так это про нас, про сегодняшних. Абсолютно актуально. Все органщики, все это работает в полной мере. Вот сегодня писатель должен колонной… А обществу-то нужна вообще такая история про власть? Вообще власть… По-моему, даже не надо идти во власть, ты все о ней и знаешь прекрасно. Нет, Владимир, нет, так как устроена эта герметичная масонская корпорация внутри. Если ты хороший писатель, тебя туда не пустят. Оно надо об этом рассказать и раскрутить все это. Тебя не пустят туда, если ты хороший писатель. А это другой вопрос. Это другой вопрос. А когда, опять же, книжки писать? И мне кажется, если туда попадешь, ты просто-напросто станешь членом этой системы. Есть такой писатель Валерий Казаков, он сейчас работает еще при власти, он был представителем… В Кемерово Кремле. Да, в Кремле, значит, представлял. Сейчас он представитель федерального инспектора нашего в Кремле. А он написал, он писатель, член Союзово-писатель, написал в свое время повесть «Межлизень». Вот она опубликована, широкую получила, нагласку довольно-таки. В чем заключался смысл ее, что ушел один руководитель, высокий, самый высокий, и не пришел еще в другой. То есть, значит, сообщество чиновное, министерское самых высоких уровней, значит, перестало лизать задницу одному, но не знает еще, кому второму приступать-то. Так и есть. «Межлизень» – это государственный человек написал повесть «Изда на нем». Ясно. Еще один вопрос. Но есть же еще, последняя, так сказать, лыка в строку, Натан Дубовицкий с его околонами. Ну, там такой он не Натан и не Дубовицкий. Ну, нет, на самом деле. Ну, вот изнутри же это. И читается это. Да, по-моему, Сурков, да, вроде приписывает ему автор. Все-таки хотел бы сказать, дело-то взаимоотношений, власть и писатель, понимаете, немножко вы неправы в том, что он там был встроен. Пытались колонну писателей вывести на демонстрацию, отказались, сказали, вы что, сдурели, не пошли и все. То есть не подчинялись, извините, на Евгения Гущина роман «Бабья поля», где он восстал против женского труда на тракторе, на комбане, значит, повесть, вернее, это «Бабья поля», первое название «Венок с полынью». Значит, главный редактор «Алтайской правды» написал разгромную статью, значит, заказную. То есть не было этой встроенности. Тот же Гущин отказался от государственной награды Ордена Трудового Красного Знамени. Вот. Но это прошлое. А сегодня что такое, собственно говоря, участие во власти? Поделитесь деньгами. Важно-то нам от власти что? Кусочек бюджета. Вот так. Чего? Все, собственно говоря. А что нам от власти еще надо-то, в принципе? Вот. Поделитесь. Потому что некоторые мероприятия, так сказать, культуры, особенно по встрече заезжих, для того, чтобы показаться красивыми в глазах гостей, понимаешь, они стоят столько, что мы могли бы кучу дел вот здесь на месте провернуть. Вот, кстати, Анатолий, вот буквально у меня следующий вопрос с языка сняли. Как вы относитесь к шукшинским чтениям, которые являются сегодня, по сути, главным событием культурной жизни края, да, это как бы такой локомотив вообще. Ну, известно, да, события у нас. И, может быть, ко многим другим таким публичным мероприятиям, которые осуществляются вот при непосредственном участии и краевой власти, и городских, может быть, властей и так далее. Ну, я уж не знаю. Вот вы начали об этом говорить. Понимаете, в чем дело? Вот когда наезжают артисты, вот нынче что, так сказать, привлекло людей к открытию фестиваля там кино? Потом, не знаю, не потому что артисты хорошие. Вот тот Никоненко Сергей, который последний, может быть, из когорты вот киношных настоящих, а это-то приехали телевизионщики, популярные артисты сериалов. Сериалов, да. Вот, собственно говоря, вот, а бабушки-то у нас от телевизора не отлипают. Понимаете, вот это как бы все. А гонорары у них нисколько не меньше, чем у больших киношных. Причем здесь шукшинские чтения? Их стыдливо уже стали называть шукшинскими днями. Слово «чтение» не употребляется, понимаете? То, что относится к чтениям, загнано вот, ну, просто люди приезжают, работают в жарких помещениях, несут нагрузку эмоциональную, физическую, нравственную, какую угодно, выступая перед местными жителями, нисколько не меньшую, чем артисты. Артисты получают гонорары, язык не выговаривает, какие. Писатели, даже крупные из Москвы, никогда, ни копейки. То есть, раньше там были какие-то небольшие копеечки. Вот такой, может быть, взгляд скажет, ну, что вам это? Опять вы ноете там, денег вам не хватает, харчи накрыли стол, да и все вроде бы. Я не о том, все-таки. Вот шукшинские чтения, если возрождать по-настоящему, все можно вспомнить прошлый опыт. За три дня до самого главного праздника группы писателей разъезжались по селам, по Алтайскому краю. И выступали, и пропагандировали творчество Василия Макарчича Шукшина. Вот у меня о чем, собственно говоря. Встречались с людьми. Встречались с людьми, да, голубинки в такую. А сейчас все голопом по Европам, в библиотеку где-то там сунулись, где-то что-то. И библиотека Шукшина уже как-то не очень-то, извините меня, вот свою функцию высокую в этом смысле выполняет. Или вы их разделите как-то, отделите нас от этих киношников. Все замечательно, год кино, я понимаю. Мне кажется, что вот возвращаясь к тому тезису о пропаганде книги или продвижению книги, если это слово более подходит, шукшинские чтения в этом плане делают свое дело. Потому что, ну хорошо, на Гузель Яхина в этом году в Шишковку пришли люди, которые ее книги прочитали. Там было столпотворение, там люди вздыхали, пускали слезу, рассказывали о своих репрессированных дедах, прадедах. Ну это татарская диаспора. Да не татарская диаспора, потому что мы регион-то такой, который ссыльный. То есть и немцы, и татары. Не только татар. И калмыки. Пришли люди, для которых это было чудо. Вот пришел человек, книга которой произвела механизм эмпатии, сопереживания, я туда ушел, я прожил эту жизнь, я вышел другим человеком. А вот на Тарковского пришли люди, которые половина его книг-то, половина людей его книги не читали. И вот сам факт того, что они пришли, имели возможность эту книгу купить, и то, что они ее определенно почитают, кто-то всю возьмет следующую, кто-то прочитает один-два рассказа. Вот в этом плане это очень-очень хорошо. Появление Алексея Варламова на шукшинских чтениях, но это тоже прорыв, потому что это ректор литературного института имени Горького же он, да? Горького, да. И то, что он написал биографию, которая кардинальным образом отличается от взгляда на шукшина, нашей лучшей лаборатории шукшинистов в Алтайском крае, в Алтайском госуниверситете. Который еще, по-моему, Горн, да? Ну, Виктор Федорович, Виктор Федорович начинал вместе с Светланой Михайловной Козловой, а потом-то ушло. И вот когда приехал Алексей Варламов, и мы их соединили с Куляпином, с Кубычем, Мариным, и они сказали, «Ты что написал-то? Это что за шукшин-то возник у тебя там?» А он сказал, «А давайте тезисно». Вот так вот. Такой спор получился, такая встреча, такая презентация. И вот это все идет. Вот к тем же издательским конкурсам как получается? Тираж маленький. Книг с каждым годом издаем меньше. Но собирается сообщество, 15-20 человек, экспертный совет. И начинается тем же Анатолий Владимирович. «А ты вот это читал? А вот это читал?» Пошел разговор, 20 человек об этом знают. Пошло обсуждение, пошли презентации этих книг. Еще 100 человек об этом узнали. По школьным библиотекам эти книги разошлись, узнали еще как-то. И вот, может быть, благодаря издательским конкурсам появляется какая-то, ну, если не самостоятельная жизнь, то ответвление этой писательской, читательской жизни, которая существует. Почему? Потому что, ну, получается резонанс определенный из всего этого. И с тем же Пешковым. Ну, если я не могу иметь возможность купить журнал «Алтай» в киоске, если я не читаю его в интернете, да я знать не знаю, кто такой Пешков. Хорошо. А издательский конкурс? Давайте все-таки будем закругляться. Мы можем много по этому поводу, по этой теме говорить. Но, тем не менее, я задам последний вопрос, на который попрошу дать ответ в режиме Блица. То есть, ну, максимально коротко. Каково, по вашему мнению, будущее литературы в целом и перспективы развития нашего алтайского литературного сегмента, алтайской литературы, литературы в алтайском крае, уточняю в частности. Если можно, коротко, Сергей, давайте с вас начнем. Литература будет всегда, неважно, эпос, лирика, драма, но все равно она будет. А так как ось мира проходит через алтайскую землю, она будет лучше именно у нас. Владимир? Литература, конечно, действительно никуда не денется. Но мы знаем, что часть ее, как мы уже говорили, уйдет в интернет, скорее всего, окончательно. Возможно, в перспективе отношение к ней тоже изменится, к такой литературе, потому что сейчас, ну, к сожалению, очень негативное отношение к так называемой сетевой литературе. В дальнейшем, я думаю, что издаваться в бумажном формате будет все сложнее и сложнее. Вот мы сейчас как раз эти вопросы обсудили. И государство, если будет давать деньги, оно будет требовать, чтобы эти деньги отрабатывались. Соответственно, нужны какие-то частные издательства, частные инвестиции, частные спонсоры. У нас таковых нет. У нас в крае нет ни одного фонда литературного, ни одной стипендии, скажем так, какой-нибудь именной. Взял бы какой-нибудь местный олигарх и какую-нибудь стипендию бы придумал. Какие олигархи-то? Ну, есть. Некоторые попадают даже в Форбс. Даже в Форбс попадают. Ну, там, собственно, не так много и денег-то надо. Да, вот о чем мы говорим. Тут даже олигархам можно не было. Но есть же алгоритм. Поэтому писатель опять пойдет с протянутой рукой к государству. Государство ему скажет, вот тогда в таком формате будут шукшинские дни, вот в таком рождественские дни. И все. Потому что мы вам деньги даем, и все. Чтобы писатели сами могли предложить какой-то формат, нужны люди, которые бы их поддерживали. Еще раз говорю, то есть частные инвестиции. И тогда писатели, вот мы бы сейчас бы собрались точно так же, и обсудили, и совсем другой бы шукшинский фестиваль провели. Может быть, он больше понравился. Поэтому в дальнейшем издаваться будет все сложнее и сложнее. Люди будут уходить в интернет. Ну, естественно, будет появляться, действительно, не каждый год гения рождаются. Те, кто будут добиваться известности и на федеральном уровне. Анатолий Владимирович, как патриарху нашей алтайской литературы, подведите, пожалуйста, жирную черту. Вот я попал. Ваше резюме такое. Жирную точку, да. Попал в патриархию. Я начну с того, чего начинал. Я приехал с семинара «Совещание молодых в Сибири». Я просто потрясен, сколько из различных. Там далеко не губернские, даже не волостные центры приезжали. Что интересно, семинар молодых там на возраст не очень смысл. Самому молодому было 26 лет. А в основном 42, 38, даже 48 порекомендовали. Удивительно талантливые люди. Удивительно готовые. И почему интересно, у них издательский опыт. Да я в таких журналах не печатаю. Их не знают. И они вот приехали на это совещание с твердой идеей все. Нам нужен центр объединения. И этим центром Союз писателей России они выбрали. Вот ведь что интересно. Оказывается, вот. То есть, мы закольцевали наш разговор. Вроде оно пустое, а нет. Люди, которые уже созрели в литературном отношении. И вроде бы им наплевать на это совещание. Они уже издаются. Нет. Они приехали за рекомендациями на это совещание. Привезли талантливейшие тексты. Мы были потрясены. И среди них был наш Паша Пономарев, про которого мы уже говорили. Замечательно. Одним из первых номеров обсудился. Литература жила. Абсолютно. Абсолютно. И будет жить. Может быть, необходимо просто продвижение ее. Как правильно было сказано, очень много действительно талантливых писателей, которые публикуются в журналах тиражом 500 экземпляров и книжки издают тиражом тысячу экземпляров на всю страну. Их, конечно, не знают. Необходимо по-другому продвигать литературу. Хорошо. Ну, давайте, наверное, завершать. Я напомню, что сегодня мы говорили о судьбах литературы в Алтайском крае, о ее нелегком настоящем. И будем надеяться в счастливом будущем. А в гостях студии программы «Ваша партия» были руководитель Краевой организации Союза писателей России, известный писатель, я его даже называл патриархом алтайской литературы, Анатолий Кириллин, писатель и журналист Владимир Токмаков, кстати, сотрудник телеканала «Готой-24», литературовед, литературный критик и декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского Госуниверситета Сергей Мансков. Спасибо вам за участие и в заключении буквально два слова. Уважаемые телезрители, читайте хорошие книжки. Не забывайте, что, как правило, их пишут хорошие и умные люди, которые плохому не научат. И, конечно же, берите пример с них и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова